МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадиокомпании Гомель. У студии працуя Светлана Князева. Глядите в этом выпуске. В моей краине масштабным святом у Гомеля завершилась традиционная акция. До новых рекордов бассейн на шесть дорожек открыли после реконструкции у Гомеля. Зернятка до зернятка в регионе собрали уроджай, который в минулом году отримали за всю уборочную кампанию. А сейчас об этом и иншим больше подробно. В Беларуси пятый день до терминового голосования. Это опошняя махчимость для всех, кто не может выказать свою гражданскую позицию непосредственно в день выборов. На сегодня в нашей области больше, как 42% выборщиков уже отдали голос за своего кандидата. Активность граждан высокая, как в городе, так и в сельской мясовости. Как проходить до терминового голосования на Рогачевщине, ведает Миколай Скентеян. Насельництво агрогородка Лучин – коля 800 человек. Зарегистрованных выборщиков – 657. На мясовым выборчим участку отзначаются активность жихаров. За опошние дни у делу голосования приняли больше, как 100 человек. Узростовые категории – самые разные. По словах наглядальников, для маленького населенного пункта статистика довольно сприяльная. Во-первых, я вижу доброжелательную атмосферу очень позитивно настроенных людей. От себя хочу сказать, что с большим трепетом отношусь к истории своей малой родины, судьбе своей страны в целом. Ситуация у районным центра показывает. Правом проголосовать до терминового выборщики корыстаются активно. Участок на территории Рогачевского молочно-консервного комбината демонструет высокую наведывальность. Показчик на сёння – коля 500 человек. Ход голосования пильно контролюется. Працуются международные наглядальники. У приватности специалисты, накерованные Межпарламентской ассамблеей СНД. Особенность работы международных наблюдателей состоит в том, что вплоть до окончания выборов они не могут давать каких-то оценок. Мы встречаемся с организациями, учреждениями, которые администрируют выборы, помогают в администрировании выборов. Вот посещаем участки, аккумулируем наше мнение и по итогам работы группы будет сделано соответствующее заявление на оценку, как это всегда принято в работе международных наблюдателей. У основный день выбора у 9-го жнивня выборчие участки, а их у регионе 997, будут просовать без перепынка у с 8 ранец и до 8 вечера. Миколай Скинсиан, Андрей Иванов, телерадио «Компания Гомель». Святочным концертом у Гомеля завершилась громадско-культурная акция «Моёй краине». Пляцовкой для ее проведения стала зона отпочинку пруды в Новобелецком районе. На мероприемстве побывала и наша сдымочная группа. Ближе до завершения працеванных оттыйдня зона отпочинку пруды у Новобелецка заиграла множеством ярких фарбов. Гостям свято обьяцали позитивные эмоции и уражение, а так само шмат занятков на любых уст и взрослых. Працевали интерактивные пляцовки и выличные кафе, проводили конкурсы и викторыны. Организаторы постарались озробить у всего махчимое, как был вечер и створить соправданную душевную атмосферу. На самом деле очень замечательно, что в пятницу, в летний, вот такой хороший день, организовали такое мероприятие. Очень много молодежи, очень много выставок, хороший концерт. И то место, где могут все встретиться с разных районов, сюда здесь собрались. Те, кто неравнодушен к своей стране, к своему городу, кто на самом деле его очень сильно любит и трепетно ко всему относится. Со своей атрибутой разместились опляцовки громадских объединаний, о которых презентовались обеи и рассказывали больше про свою деятельность. Кто-то очень мудрый придумал такое название для нашей организации, потому что все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы наша страна становилась еще лучше, еще краше. Земля под белыми крылами, как сказал замечательный классик, и вот это вот символ чистоты присутствует во всей нашей деятельности. Мы помогаем всем нуждающимся, мы охватываем людей от рождения, что называется, и до глубокой старости. Для самых маленьких працевали горки и батуты, организовали катание на конях и спортивные гульни, футбол, гандбол, хоккей на траве и многое иншее. Можно было поспоборничать у армрестлингу, поднять сегиры, сгулять удар с шашки и шахматы. Працевали выставочные зоны и аквагрым. Темчасом на сцене выступали лепшие творчие коллективы областного центра и артисты Гомельской филармонии. Гости поддерживали и гучными аплодисментами, подпевали у так знаемых мелоды и навод танцевали. Давай, я шел ближе, ты притязнись разом, со мной держи и счастье. А где ж я, но ближе, но не дано разом, танцуй со мной ближе, ой-ой-ой. Отпочить и послухать музыку на свято пришли новоты, а кто на протягу долгих месяцев не мог себе этого дозволить. Урач Наталья Дмитриева говорит, что этот год выдался с оправдой тяжким для медицинских работников. Однако белорусы с долей легодно справятся. Развитые страны меды, Испания, Англия, даже Италия, посмотрите, что творится. Говорю, как бы наша медицина не считается на высшем уровне, считается, что у них лучшая медицина, а по факту, что получилось. Из песни слов не выкинешь. Там вывозили вагонами людей, которые умирали от этой инфекции. У нас же это единичные потери, и причем это потери были действительно тяжело уже до этого больных пациентов. И как очень было приятно слышать из уст президента, как он говорил, спасибо огромное нашим врачам, потому что мы это, как он говорит, чему победили. У своих почутцах дородимые признавались и другие гости свята. Тамара Якушева, которая завятала на мероприемство, каже, я еще раз переконалась, на кольки Беларусь богатая на таллинты, и как изменилась облича города за последние годы. Я только за Беларусь, я только за стабильность, за наше спокойное завтра. Посмотрите, как похороше у нас город, буквально и хороше с каждым годом, с каждой весной. В нашем городе появляется что-то новое, 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 что привлекает, кстати, не только нас, местных жителей, но и гостей. Кто приезжает, все отмечают, что наш город очень красивый, очень уютный. И самое главное, что он очень доброжелательный. Ганна Корольчук, Павел Антонов, телерадоакомпания «Гомель». Радость чистой воды. После двухгодового перепынку у Гомельской специализованной детячо-юнацкой школы Олимпийского резерва номер 7 открылся бассейн. Подзею чекали юные плывцы и их тренеры, а так само жахарыны в Белецкого районе. Какие мощности появятся у спортсменов и когда бассейн начнет принимать всех ожидающих, расскажет Марина Джалая. В спортивной школе больше 40 лет. Столько часов не было и серьезного ремонта бассейна. Два года тому стало зрозумело, что объект так ладно пора закрывать на реконструкцию. Не вина добрая, но это перспектива отримать современный объект. Но куда на этот час заниматься плывцам, которые занимаются таким видом спорта профессийно? Это был тяжкий час, делятся тренеры. Для нас это значимая дата, потому что мы два года находились в реконструкции. Нас закрыли все наши дети, наши ученики. И мы тренеры слонялись по городу, в разные школы. Тренировались с ранней подъема, к 7 часам ездили на тренировку. Как дети с Новоберецкого района, они ездили со 104-го, с хутора, к 7 часам на тренировку. Это долгие переезды, это очень сложно. Детей очень выматывало, учитывая, что в нашем виде спорта у нас двухразовые тренировки. И возвращались иногда, они уходили в 5.30, вставали и приходили домой иногда в 7 часов вечера. Это был измерительный труд и для нас это большое событие. И мы начинаем ценить, когда возвращаемся в наши родные стены. Далее, благодаря новой инфраструктуре, в бассейне можно будет проводить с поборницей республиканского масштаба. Такой махчимости ранее не было. Осталось дообстолевать объект, например, разместить электронное табло. Але уже и зараз тут сделано достаточно шмат. На реконструкцию было выдатковано свыше миллиона рублей. Очень качественный современный дизайн получился. Светлый, хороший бассейн, тонированные стекла с электроприводом, современная вытяжка, современные тумбочки, которые качественно позволят нашим спортсменам проводить полный учебно-тренировочный процесс. То есть все сделано для того, чтобы это был современный спортивный бассейн, чаша. Ну и это оправдывает надежды, как первые отзывы и тренеров, и детей, что они не ожидали увидеть такую красоту. И они в восторге, что бассейн получился такой уютный, светлый, который несет тепло и заряд новой энергии. Спортивная школа, вядомая, как было место тренировок нашего знакомитых оплывца Евгена Цуркина. Улику выпускников еще целая плеяда юных и девочек, которые прославили регион на международной спортивной арене. Зараз тут займаются около 200 детей под керовницей шести тренеров. Реконструкция бассейна – махчимость растить новых чемпионов. Стала добрая традиция у нас в этом году открывать спортивные объекты, в частности бассейн. Буквально 3 июля мы открыли бассейн, не только бассейн, а спортивный комплекс на улице Портовой. Сегодня мы открываем торжественно долгожданный объект, который два года находился на капитальном ремонте бассейна Ленинградской. Это будет приятным таким, сказать, не то что подарком, но мы, в принципе, и должны были это сделать для жителей, прежде всего, Новобелевского района и непосредственно спортивной школы. Потому что спортивная школа данная обладает определенными результатами, которыми мы можем гордиться. У веростей бассейн почне примать у всех жадающих, а юные плывцы нареште смогут тренироваться уродной спортивной школе. На черзе ремонт еще одного объекта, открытие якого с великой нецерпливостью чекают в Советском районе. В ближайшие два года реконструкция будет проведена в бассейне «Дельфин». Марина Джала, Александр Харламбов, телерадиокомпания «Гомель». На Гомельшине собрали с высшими сот тысяч тонн сборжа. Для поравнания, такие уроджаи отримали в регионе в минулом году за всю уборочную кампанию. При этом средняя уроджайность все лета на 30%, перевышая леташнюю. Какие намолоты чекаются в этом году, и как господарки мкнутся забеспечить добрый уроджай в наступном, высветляли наши корреспонденты. Зараз за день господарки Гомельской области намолочиваются до 30 тысяч тонн сборжа. По прогнозам областного комитета по сельской господарции и харшаванни, сёли-то уроджай сборжевых повинен с класть около 230 тысяч. Прикладно на треть больше леташнего. По состоянию на сегодня мы уже убрали 72% всех площадей. Намолотили 692 тысячи тонн. Это уровень прошлого года. Мы уже перешагнули эту грань. Среди всех районов можно выделить ряд, которые перешагнули уже цифру 90%. Это наш Гомельский, Добрушский район, Мозырский район. Кроме того, у нас по урожайности тоже можно выделить ряд районов, которые работают с урожайностью более 30 центнеров. У Добрушским районе ж него планует полностью завершить завтра, одним из первых на Гомельщине. Как и всюду, а гульно районы намолот больше леташнего. Теперь задача аграрии – провести на высоком узровне сяубу азимых. Урожай наступного года у значной ступени будет залежить не только от климатичных умов, але и от якости насения. У районной Державной инспекции по насеневодству, карантине и охове рослин доследует весь посадочный материал. Кажут, что по кольцам подарок не привозили ни одной парты из Божья, якое было бы непридатно для сяубы. Добрые урожаи этого года тут так само связывают не у опошнюю чаргу с якостью насения. Причем 60 тысяч тонн зерни высокой якости для района селиты отримали за сродки областного бюджета. По репродукционному составу. Первый репродукция у нас 30%, второй – 50%. Остальное уже планируем закупить минимум 320 тонн элиты. Мы уже с этим вопросом работаем непосредственно и в Гомельской области уже есть места, где мы будем приобретать, и в Минской. И такие личбы. Зараз на Гомельщине 13% азимых и 17% яровых культур сеют элитным насеннем. И хоть это выше установлено Галиновым министерством 10%, долю посевного материала высокой якости в регионе будут повеличивать. Александр Лупиненко, Валера Игапанько, Телерадо и компания «Гомель». Нерухомостью всего за одну базовую величиню от такой суммы стартует кош на объекты, продаж, яких комитет «Гомель-Абломаемость» заплановал на ближайший месяц. Звыше 30 будинков можно будет набыть на аукционах, которые пройдут 25-го жюня, 1-го и 8-го вересня. Три лоты пропонуются купить по першопочатковым коште. 6 с его понижением на 20%, 10 на 50% и 2 на 80%. 11 объектов продаются за одну базовую величиню. Подробязную информацию можно знайсти на сайте комитета «Гомель-Абломаемость» альбо отримать по номеру 50 69 49. До конца этого года у Петрикове будет открытый родильный дом. Во всяляким выпадку минавиты таки термин, предугледженный проектом, який зараз реализуется у районной больницы. Будовлю наведали наши корреспонденты. Для того, как убачить у Петрикове матья с детячими колясками, долго шагать не треба. Эту картину можно напевно назвать визитной карткой города. Все лето народжальность тут выросла на 22%. Причин некольки, але найбольшь значное – жилевое будовництво. В связи с худким открытием Петриковского горно-богачального комбината в городе навык з'явится новый микрорайон. Сучасное отделение для женщин у такой ситуации – житевая необходность. У вогуле акушерско-гинекологичный корпус у районной больницы был и раней, але амаль 30-ти годовый будынок уже не отповедал сучасным потребованиям. Процесс оказания медицинской допомоги не спынили. Пациенток подчас капитального ремонта упрымают у іншим будынку. Госпитализируются все женщины, никому мы не отказываем от оказания медицинской помощи, гинекологической и акушерской. Процесс не останавливается. Женщины переведены в хирургическое отделение нашей больницы. Медицинское оборудование там все в наличии, имеется. Как для оказания и экстренной помощи, в том числе и хирургической. От старого будынка застались только под мурок и стены. Але и их узма снили. Плюс провели новые коммуникации. У модернизованном отделении будет установлено новое обстановление. Ранее у темлеку по технических причинах его эксплуатация была немогчимой. Это створало шмат незручностей. Роды у жахарок Петриковского района примали у Мазиры и Гомелли. На машине худкой допомоги это година у дороги. Додатковые нагрузки петриковские медики не боятся. Кажут, есть и могчимости, и необходимая квалификация. Тем более, что и сами женщины до властного здоровья начали ставиться больше отказно. Это у темлеку и выник профилактичесной работы мясовых специалистов. Женщины более грамотные стали. Они получают больше информации, в том числе и от нас, из источников массовой информации, естественно. Помимо этого, я думаю, что работает вот эта вот система диспансеризации, которая вынуждает женщин расы хотя бы в год поступать и приходить к нам, дабы мы могли оценить состояние их здоровья, провести профилактические мероприятия, определенные беседы, подготовиться к беременности. То есть на данном этапе, даже если сравнить за последние 10 лет, я думаю, что даже видим мы, что женщины намного более трепетно относятся к своему здоровью. Олексин Серов, Ольга Коновалова, Валерия Гопанько, телерадиокомпания «Гомель» с Петрикова. До начала нового научного года лет виболее за три тысячи дня для родителей наступает вельми отказный час, подрыхтовка до школы. Процесс это непросто, особенно когда в семьях выховывается несколько детей. Вратовая – державная допомога. Украине распространены ответные выплаты шмотных семьях. На одного школьника приближено 60 рублей. Прогнозуется, что в регионе такой допомогой используется 18 тысяч семья. Звертаться за ее треба у Центра социального обслугования насельства по месту жихарства. На поддержку державы могут различовать и семьи, которые относятся к категории малозабеспеченных. До нового научного года рыхтуются и в сферы гандлю. С другой половы лепеня школьные кермаши працуют в Житковицком, Нараулянском, Кармянском и Гомельском районах. В областном центре кермаши выходного дня плануются в Жнивне. Необходная умова – стабильность санитарно-эпидемиологической ситуации. По передней даты распродажу школьных товаров на площади поустания в Гомеле – 15, 16, 22, 23, 29 и 30 Жнивне. Так само плануется постоянный школьный кермаш на пересечении улиц Катунина и Селянской. Уся Гомельской области плануется около 250 кермашовых мероприемств. Для комфорта жихару региона магазины пополняются школьными товарами. Так само створаются додатковые места для их реализации. Ассортимент самый широкий, цены доступные. Школьному сезону у нас в продаже имеются товары всех необходимых групп. Также имеется белорусская продукция. Это тетради, дневники, контурные карты. На продукцию предоставляются скидки. Есть акционные позиции, которые действуют в течение месяца. Есть акции по минус 7% для всех покупателей по четвергам. Также мы разрабатываем другие скидки ближе к школьному сезону. Что тычет со школьной формы, ее кошт залежит от взрослого и пола детства. Ориентировочные цены вы можете увидеть на экране. У Гомеля заявилась умогшимость безнаявным способом оплатить проезд у маршрутных такси. Проект T-Pay реализованный с уместными намаганиями Гомель Абл Пассажир Транса и IBA IT-парку. На данный момент новация работает в тестовом режиме. Мобильный додаток можно спамповать в плей-маркете. Худкой он будет доступен и в Апсторы. Уникальность распространения в том, что она не привязана до конкретных банков. Это значит, что скидаться послугой может любить человек, у которого есть пластиковая картка. Маршрутное такси, в котором можно сделать безнаявный разлик, будет назначено специальным логотипом синего колера и QR-кода. Для его скидывания можно использовать камеру мобильного телефона. А если их это заработать тяжко, досать увести идентификационный номер транспортного сроку. Далее потребуется показать колькость квитков и подтвердить оплату. Указанный проект позволяет в совокупности реализовать много задач, такие как уход от наличных денежных средств, безопасность в приоритете всего, чтобы водитель не обелечивал пассажиров во время движения, удобство пользования, потому что зачастую у пассажира нет необходимого количества денежных средств наличным, сократится количество конфликтных ситуаций с отсутствием разменных монет, с некорректной передачей денежных средств, а также повысит сбор выручки у перевозчиков негазарственной формы собственности, потому что сами знаете, что не все зачастую водители выдают билеты, а это как бы страховка и гарантия качественной перевозки пассажира. Зараз послуга ТИПЭЙ доступна в 12 транспортных сродках 12, 14, 17 и 18 маршрутов. Худка до нее долучится еще больше за 61 маршрутных такси. При оплате проезду празмобильный додаток, кошт квитка пынецца таней на 10 копеек. Гэты и иншая новинная информация о проектах телерадоакомпании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресі www.tvrgomel.by На гэты выпуск завершены. Усяго вам доброго и до встречи у эфиры.